Наср Аль-Фараби, то есть перевод Абу Наср из города Фараб, да, из Утрар, вот. Это был ученый, который был разносторонний во всех точечных культурах, да, науки. Мишаев, вы знаете Менделеева, да? Знаете? Вот этот ученый был на тысячу лет младше его, и он был круче у него. Менделеев, это как бы, знаете, но он уже сказал то, что уже было сказано. И меня удивило одно. Этот человек жил в 800 году, да, к примеру, где-то 8 век, так, 11 век, так, Ахмед Ясави, да, где-то так. И Менделеев где-то в 1800-х годах, начало 1800-х годах, 1800-х годах. Он умер уже в 1900-х годах, он умер в 20 веке. Менделеев умер в 20 веке. То есть, химических элементов и все остальное. Вот. Ну, вы должны понимать, да, к чему я клоню. И плюс, когда я увидел в этом старейшем, старом городе, да, Утрар, канализационные протоки, в каждых там, да, вот, помещениях были канализации. Канализации. Вода проходила. В 8 веке. Я удивился. Какая была богатейшая у нас культура и какие у нас были предки развитые. Плюс, там я слышал, что есть древняя библиотека, которая даже... Александрия, да, великая. Алексей, у вас нет ни древней библиотеки, ни современной библиотеки. Никаких. Никаких. От слова никаких. В Казахстане был библиотек, который был, наверное, самый крутейший. Просто ее еще не могут найти. Александрия не может сравниться. Если вот эту библиотеку найдут, то откроются новые проблески истории. То есть, какая богатейшая была культура, да, у казахов. Поэтому надо искать. Надо поднимать историю.